Ищите достойную работу в Европе? Начните поиск на сайте 3w95kot.com Прямые вакансии для опытных и начинающих водителей. Заходите прямо сейчас! Доброе утро, страна! Что тут у нас? 8 часов утра, плюс 5 за бортом. Вот это я спать. Идем умываемся, берем канистры и идем за водичкой за место зарядки. Эх, какая же здесь красота открывается! Скоро еще березки позеленеют, так вообще будет здесь замечательно, красиво. Когда здесь все расцветет, надо будет здесь на кофтере полетать над этой горой. Я думаю, что здесь виды будут открываться очень красиво. Пахнет как бензин еще по крайней мере. Ну, навалите хоро. Так, закипело. Пока вот тут вот типичу водичку. От академика смотрю, как он ЗИЛ заводит. Короче, валяем дурака потихонечку. Так, что будем пить? Че будем пить? Чай или кофе? Утро, да, у нас? А если утро, значит будем пить кофе. Хотя бы раз в день. Чай я всегда успею попить. А вот кофейку надо с утра дернуть. Так, такую бодрую одну ложечку и еще половиночку. Стакан большой. Все, кто кушает, приятного аппетита. Кто завтракает и только недавно проснулся так же, как я. Доброе утро. У меня вот новая сахарница. До этого я майонезным ведром пользовался. А тут теперь он. Видали, какая банка? Модная. Отключение прибора, отвечающие за давление масла. Температуру тасола. Тогда вернее не было, а что тасола была только вода. Уровень топлива и амперметр. Так вот. Ну все, покидаем мы. Махалина. Спасибо. Спасибо этому населенному пункту. За комфортную парковочку, за вкусную воду. Замечательный завтрак. Конечно, завтрак был свой, но все же. Все, продолжаем движение. Следующая остановочка у нас. Да ничего не будем загадывать. Где остановимся, там остановимся. Надо еще заправиться, потому что я еще из дома выехал. Не залил ни одного литра топлива. Уже проехали 250 километров. Так что потихонечку едем. Только я вот знаете, что удивлен. Я сейчас скажу, подождите секунду. Секунду. Когда я еще работал по городу, когда работал по городу, у меня бак дизельного топлива было так же примерно 250-260 литров. Стрелка была на указателе, получается, 1,4. А вот я проехал до Кузнецка уже, грубо говоря, ну даже за Кузнецком уже 300 километров проехал. А стрелка была так и осталась. Вот. Так что... Фиг его знает. То ли у меня стрелка начала показывать неправильно, хотя это маловероятно. То ли откуда-то топливо берется, то ли мы едем с хорошим расходом. Ну все, продолжаем попивать кофеек. Я там еще смотрю академика. Вот как он реставрирует свой ЗИЛ, допивая кофеек. Так что все в порядке, все замечательно. Погодка начинает радовать, теплеет. Проснулся было 5 градусов, теперь 7. Глядишь к обеду, будет все 10. Видите, что происходит? И опять дорожники, опять работают, опять ремонтируют дорогу. Здесь вот сняли покрытие. Так что здесь будет новый асфальт. Это радует. Здесь вот у нас организовано реверсивное движение спереди. На встречной полосе я вижу, что стелит асфальт. Так что будем здесь тоже ездить по новой дороге. Это получается граница республики Мордовия и Пенизенская область. Пенизенская область осталась сзади. Вот мы только-только несколько километров назад заехали в республику Мордовию. Всем подписчикам с Мордовии большой-большой привет. Коллега, помощь нужна какая-нибудь? Я его вытащу. Если только встанешь, придерживайся, чтобы не мешал никто. Давай, трос есть? Все есть. На Москву повнимательней. Тормозим. Тормозим. Дорогу перекрыли. На Москву тормозим. Повнимательней. Дорогу перекрыли. Тормозим. Молодцы. Ребята, дружненько. Вот. Вытащили быстро. Вот видите, какая обочина. Нехорошая. Видать, остановился. Сейчас, ребят, поедем. Машинка в обочину немножко провалилась. Колесами доставали. Вытягивали. Сейчас, коллега, лопату, трос уберет, и все будет замечательно. Хотя встречек нет. Потихонечку поедем. Сейчас уже будем заезжать на заправочку ТНК. Наша авторка. Будем заправляться. Будем готовить обед. Время 13.30. Как раз время обеда. Плюс у меня еще тахограф пишет. Время управления автомобилем 4 часа 19 минут. Вот мне вот есть вот несколько минут доехать до парковочки. Ну и только что машина вот написала долить дизельное топливо. Я в Стольятти еще ни разу не заправлялся. Выехал. Было у меня там в районе что-то 250 литров что ли у меня было. Сейчас я гляну сколько осталось. А ну 250, 250 литров было когда я выезжал. Сейчас осталось примерно 150. То есть я вот до шафторки доехал. Сжег 100, ну может 110, 120 литров. Довольно таки так экономненько идем. Вот я поменял фильтры масляные, воздушные, топливные. И я скажу, что тут даже расход упал. Я вот сейчас еду. Получается с расходом 28,9. Ну как бы я еще иду не в экономном режиме. Еду как хочется. Где 90, где немножко побыстрее. Так что за счет этого такой расход. Если ехать на круизе 80, то можно я думаю в 27 литров было бы вложиться. Вот уже и шафторка. Сейчас будем уже останавливаться. Будем кушать, заправляться. Сами кормиться, железного коня кормить. Много не будем варить макароны так, чтобы скушать за один раз. Ну что, макарошки у меня сварились. Вот такие вот у меня котлетки будут в прикуску. И помидорка. Вот такая вот красная вкусная помидорка. Сейчас мы ее порежем сразу. Можно было конечно салат замутить, но не хочу пачкать посуду. Так что будем раздельно питаться. Огурцы отдельно, помидоры отдельно. Мы за раздельное питание. Все. Сейчас посолим. Где-то у меня соличка была. Блин, солонка неудобная. Пальцами не залезешь в нее. Вот так вот. Посолили. Так, соль пока вот сюда вот. Стороночку. И где-то у меня был огурчик. Вот он. Огурец будем кусать так. Все. Всем приятного аппетита. Я буду кушать. Ну что, ребят. Поехали заправляться. Себя накормили. Теперь надо и желтого заправить. Поедем, наверное, на шестую колонку. Все-таки будем заправляться с грузового пистолета. Будем заправлять в правый бак. Так, нет. Шестая колонка это нифига не грузовой. Там легковой. Давайте, наверное, тогда лучше переедем. И встанем под восьмую колонку. Потому что сейчас через шестой будем заправляться. Час, наверное, я хочу взять литров. Пятьсот. Как раз в правый бак пятьсот литров должно влезть. Вот так вот. Что, погнали заправляться? Оп! Так, перчатки, перчаточки где-то вот тут вот у меня лежат. Кабинет закрываем. Чтобы к нам туда никто не проник. Так, восьмая колонка. Здравствуйте. Здравствуйте. Восьмая колонка. Дизель. Пятьсот литров сделайте, пожалуйста. Восьмая, дизель. Пятьсот литров. Да. Кофе куда-либо? Нет, ничего. Сначала бонусная, да? А, у вас бонусная. Конечно. А на топливной карте не идет? У вас топливная? Нет, не топливная. У вас банковская. Тогда идет. Сейчас, секунду. Необычная карточка. За свои кровные заправляемся. Да? Да. Давайте карту не раздеваем. Ага. Двину второго, Наташа. Так, восьмая, дизель, пятьсот. Да, да, да. Одним чеком, да, оно будет? Одной заправкой? Да, одной заправкой. Угу. Сейчас еще один. Сколько вышло? Двадцать две пятьсот пятьдесят, да? Да, двадцать две пятьсот пятьдесят. Угу. Пожалуйста, ваш чек. Спасибо большое. Двадцать две пятьсот пятьдесят. Что, тут бонусы нам упали хоть немножко, нет? Так, начислено. Двести пятьсот бонусов начислено. Легковушку заправим на бонусы. Как хорошо, когда живот сытый и бак заправленный. Что-то у нас шестьдесят литров, да, набежало уже. Пойдем посмотрим. Пока что вокруг машины обойдем. Что-то все было в порядке. Да, вроде бы все замечательно. Все хорошо. Все, тут сколько у нас на тепло. Все, бак у нас полный. Нам этого топлива хватит съездить до Москвы, вернуться домой. Так что можно больше не заправляться. Тут пока машина заправлялась, я обнаружил, что у меня засрался вот этот вот фильтр. сейчас мы его открутим, сеточку прочистим и поедем дальше. Все вроде. Видите, какая шняга. Тут не разлив достать этот стаканчик. Вообще редко получается. О, видите, получилось сейчас. Вот куда это топливо. Вот. Вот смотрите, что здесь. тут даже вода присутствует. Представляете? Вот видите? Вот это вот. Вот она, коричневая. Это жижа, вода. Вот таким вот топливом у нас чистым заправляют на заправках. Вот тут вот. сейчас мы, Как раз пока на заправке Сходим руки мылом помоем А то я ТО сделал Фильтра поменял А сеточку не прочистил Все отлично Можно собирать все обратно Чистота топливного фильтра Залог здоровья вашего двигателя Сеточку на место Вот так вот Одели, зафиксировали И закрутили Обратно Стаканчик вот этот Его сильно закручивать не надо От руки закрутили От руки закрутили И вот так вот Порошковым ключом Немножечко поджали Все Руки вытираем Обтряпочку Или что Я сначала Прокачаем Топливную систему Немножко Тут вот такая вот После того как Поставили фильтр Здесь же получается Воздушная получается Такая Пробка Сразу прокачаем Вот вроде и все Достаточно Помпочку закручиваем Инструмент убираем Спойлер закрываем Все Можно ехать Ключиком на 19 Откручивали Эту крышку Ключ забыл убрать 18 19 Вот она Все Чистота Красота А что такое Перевесила Бедный инструментальный набор Натерпелся уже за свое время Добрался я До Хлуховиц Решил повернуть Налево К пятерочке Наверное Многие Узнали этот магазин Те кто ездит По пятерке Хочу зайти Затариться Продуктами Как бы у меня Продукты есть Но Продуктов много Не бывает Тем более Тогда когда По Москве Передвигаться Запрещено Сейчас заедем В магазин Купим молока Колбаски Вот Короче Продукты Которыми Мы будем Питаться Ближайшие Два дня Возьмем Говядины Баночку И свинины Баночку Возьмем Молокопа Акции Простоквашина Хорошая цена Можно взять Один А два плюс один Да Это получается Две берешь Третья в подарок Или как Правильно Наверное Надо три брать Вот такая вот сумочка Мне вышла На одну Тысячу Четыреста Рублей Так что Я теперь Продуктами Затарился Вот Пару дней Проживу в Москве Даже если Загрузки Не будет Ну а там Что-нибудь Если что Придумаем Тем более У меня еще С собой Продукты Есть Которые Я Брал Из дома У меня Котлетки Еще остались Ну и так Везде Всего по чуть-чуть Припрятаны Запасы Все Поехали Сейчас сделаем Обход Посмотрим Оси Хотел пощупать Конечно Уже По магазину Прошелся Уже Бони Остыли Кстати Вот это Вот колесо Что-то У меня Теплее Всех Остальных Надо бы Понаблюдать Пока ходил По магазину Разговаривал Со знакомым Вот Он говорит То что В Коломне На въезде Вот тут На подъеме На посту ГАИ Работают Гаичники Сужение В одну полосу И проверяют Пропуска Вот Я Короче Поинтересовался Как можно Проверить пропуск Он мне сказал Есть сайт Называется Не дома Вот И Вот я Сейчас на него Зашел Сейчас проверим Проверим Свой пропуск Так 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 Где-то Вот здесь Вот у меня Лежит Пропуск Поздравляю Так 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 Вы запросили Цифровой пропуск Вот он Мой цифровой пропуск Его копируем Вот он Копировать пропуск И вот сюда Вот его надо Вставить Я не робот Так Смотрим Нажимаем Проверить Результаты Проверки Цифрового пропуска Шубин Андрей Юрьевич Номер телефона Срок действия До 30 Номер транспортного средства Карта Тройка Нет Стрелка Нет Производный билет Социальная карта Нет Все Пропуск Работает Так что Можно Запускаться И спокойно Ехать Мимо Коломенского Поста Воздух Блин Уходит У меня Вот Сколько Минут 30 Наверное 40 Я постоял Воздух Вышел Я знаю Где он шипит Зараза Там Короче Кран Под седлом То ли Сгнил То ли Под замену Ну короче Ничего хорошего Кран Под замену Надо будет Этим делом Заняться По приезду Может быть Получится Его перебрать Немножко Качнул И все Плохо Держит Воздух Машина Ну вот Я и подтянулся К въездному Посту На Коломенской Объездной Вот Видите Здесь Сужение Сужение Все грузовики По правой Стороне А легковых Почти Нету Вот Говорят Здесь Проверяют Наличие Пропуска Ребят Расскажите Что там происходит На Москву На посту ГАИ Говорит У маленьких Штрих-коды Проверяют А у нас А у грузовых Ничего не спрашивают Нет Мне махнул Но я на А4 Написал В облаку Свет Он глянул Блядь В армии Знаешь Понял Понял Короче Грузовики Выборочно Да Проверяют А легковушки Все подряд Я думаю Нет Грузовики Не все Не проверяют Проезжай Проезжай Ага Понятно Ну вот Сейчас доедем Своими глазами Посмотрим Специально Сделали Сделали Сужение Чтобы Можно было Контролировать Движение Яичник Стоит С планшетом Все нормально Проехали Поскольку здесь 20 грузовиков Проехал Одного Остановили Выборочно Я думаю Дальше Должно Быть Все Свободно Что делать Будем Семечки Грызть Не зря Я их купил Семечки От Мартина Надо Надо Придумать Куда Плевать Плевалку Придумать Обычно Что значит Губу Закрой Закрой На Скане Дорога Сухая На улице Плюс Девять Замечательная Погодка Как я Соскучился По семечкам Ну что Друзей Я похвастаться Включил Камеру Я уже Добрался До Москвы Вот Только что Дорожка Пошла На Ружку Ну а я Решил Поехать Через Трешку Сейчас до Трешки Направо На энтузиастов И там Совсем Чуть Вот Полюбуйтесь Надеюсь Вам видно МКАД Свободный Вообще Нарушкой Бежит Внутрянка Бежит Там за мостом Все то же самое Замечательно Вообще Редко Редко Когда такое Так Спереди У нас Пост ГАИ Пост ГАИ Так 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 Стоят ГАИ Что там Моргает Там Что они Заинтересуются Мно Не заинтересуются Легковушка Передо мной Остановили Ну а До меня Ну а Дела Нет Ну и Слава Богу Так то мы Едем Не нарушая У меня Пропуск Есть Пропуск По Москве Есть Все Есть Короче Что Сейчас я Еду Третьего Транспортного Кольца Поворачиваю Направо На энтузиастов И В обратную Сторону В сторону МКАДа Получается Сейчас Навигатор Я уже Настроил Сейчас мы Тут Прикинем Сколько Нам ехать Пока Светофор Горит 25 Секунд Глянем Как нам Лучше Проехать Я так Мельком Глянул Карту Лучше Разглядеть Ее Повнимательней 15 секунд У нас Времени Есть Так 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 Все Правильно Едем До Трешки Поворачиваем На ТТК Едем Получается Так Лефортовский Тоннель У нас Где он У нас Мы до него Получается Не доезжаем Да Да Мы До Лефортовского Не доезжаем И уходим По Энтузиастов В сторону МКАДа А там Находится Улица 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 Вторая Энтузиастов По моему Да Да Вторая Энтузиастов Дом 5 По моему Вот по этому Адресу И едем Выгружать Будут Завтра Созвонился С клиентом Точнее Как не с клиентом Клиент Это Он вообще Далеко Далеко За бугром Тут Как бы Перевалочная База С Кладовщиком Я созвонился Они меня ждут Они меня ждут Очереди у них Сказали Никакой На выгрузке Нету Там Специально Арендованный Склад Под этот Груз Который Я везу С самого Утра Выгрузят Ну и Буду искать Загрузочку Домой Загрузочки У меня Нету Ну как бы Так намечается Шестьсот метров Держитесь Левее Намечается Возможно Поедем на Самару Но как бы Это не Не точная информация Так что ждем Завтрашнего дня Завтра Позвонит клиент Если Даст добру Значит поедем Если нет То тогда Будем что-нибудь Искать другое Я как бы Сильно Не расстраиваюсь У нас получается Завтра Только вторник У нас есть Еще в запасе Среда Четверг Пятница Я думаю То что Найдем Какую-нибудь Хорошую Загрузочку И стартаем Домой Я сильно Не тороплюсь Загрузимся В пятницу Значит В пятницу В понедельник Выгрузимся Значит Хорошо Вот Успеем На этой неделе Выгрузиться Еще будет лучше На выходные Будем Отдыхать Со спокойной душой Со спокойной совестью Как говорит у меня Дашка Сделал Сделал дело Гуляй смело Вот Ну я Наверное Отключаюсь Буду заканчивать Это видео Вот Можно сказать Я добрался До места погрузки Благополучно Все хорошо Вот Ну если Понравился Этот видосик Нажимайте Там на колокольчик Подписывайтесь Лайки ставьте Пишите комментарии Вот Я комментарии читаю Чтоб мне было Не скучно Сидеть В поисках Загрузки Я буду читать Ваши комментарии Всем удачи Всем пока Жму вам руку Всего вам доброго Берегите себя Не болейте Пока Пока Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...